Одним из самых страшных врагов римлян были галы, воинственные племена, которые жили на севере Италии и на месте современной Франции. Они очень часто нападали на римлян и очень долго шли в войны. И вот во время одной из войн, когда две армии собрались для битвы, из гальских рядов вышел большой и страшный гальский воин. Он был победителем многих сражений, он опытный воин, убил многих врагов и он считал, что легко справиться с любым противником. И он стал вызывать на бой, на поединок любого римлянина, который не побоится. Он думал, что легко убьет своего врага. И из римской армии вышел Марк Валерий, молодой воин, который попросил разрешения на этот поединок у консула и вышел на поединок. Вот между двумя армиями они начали бой. Но как только Марк Валерий вышел, с неба слетел ворон, птица, которую считают посвященной богу войны Марсу, которого греки называли Аресом. И вот римлянин подумал, это знак, что боги мне помогают, боги со мной. И сказал, боги, спасибо вам, помогайте мне дальше, помогите мне победить. И началось сражение. И каждый раз, когда Гал нападал, ворон слетал и кидался на него, рвал его когтями, клевал клювом в глаза и всячески мешал. И поэтому Марк Валерий взял и победил, и убил Гала. И этот подвиг вдохновил римлян, тем более явно, что боги им помогали, и римская армия пошла в атаку. И был бой с Галами, и римляне победили. И гнали Гала, убивали и прогоняли их со своей земли. А Марк Валерий после этого получил прозвище Корвин, значит ворон, и сделал хорошую карьеру. Он был полководцем, он был правителем, прожил долгую жизнь, и римляне его любили. А его потомков называли Корвинами. Так родился род, который много-много веков подряд был одним из лучших защитников Рима.